Порядок Богослужения Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 по 40 стих Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Богнеустройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророкам или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Павел дает предписание, как применять пророчества и говорение языками, чтобы в коринфской церкви был порядок. Он подчеркивает, что важно на публике говорить по очереди и те слова, которые служат к назиданию церкви, потому что Бог есть Бог не устройства, но мира. Под миром здесь понимается отсутствие беспокойства, тревоги, суеты. Когда духовные дары используются в рамках богослужения, в правильном порядке, они отражают мир Божий. Но если используются как попало, это приводит к неразберихе и разногласии. Поэтому всем вменяется в обязанность блюсти мир Божий и должный порядок богослужения, чтобы все в церкви могли назидаться. Как ваше церковное служение отражает сущность Бога мира? Как вы на этой неделе можете способствовать тому, чтобы в вашей церкви было больше мира? Размышления, часть 2. Женщины на богослужении. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 34 по 40 стих. Если читать этот отрывок, вырыв его из контекста, то может сложиться впечатление, что Павел пытается ограничить женщин, лишив их всякого голоса в церкви. Однако, в главе 11 он уже призвал, что женщины имеют власть молиться и пророчествовать. Не следует забывать, что это письмо было адресовано конкретной церкви в Коринфе, городе с патриархальной культурой, где высоко ставилось понятие чести. Женщины в этой церкви нарушали приличия, предписания культурными традициями, принародно позорим уже и тем, что своими репликами постоянно прерывали нормальный ход служения. Мы должны помнить, что главная цель данной главы – это установление правильного порядка богослужения в церкви, а не ущемление части общины. Какую роль должны играть в церкви женщины? Как Бог смотрит на женщин и на сколько ценит их? Молитва. Отец Небесный, спасибо, что Ты Бог мира и порядка. Помоги нашим церквям в каждом служении быть местом истинного назидания во славу Твою. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok